Да они все были хорошие, Сой, Тальков, но зовут бывают кто-нибудь, выступили, бывали коммерческие выступления, но это редкость. Этот хриплый голос его прославил. Поёт как Высоцкий, так говорят про Анатолия Лепчанского уже почти 10 лет. Гитарист-самоучка из Багаевки стал знаменитостью. Сначала его снимали саратовские журналисты, потом Анатолий попал на федеральные каналы. На ютубе у него миллионные просмотры, только сюжет телеканала «Саратов-24» увидели почти 5 миллионов человек. Анатолию эта слава голову не вскружила и особых денег не принесла. При повышенной зарплате я б с кирпой в Москве уран нашёл, при такой повышенной зарплате. Коллекцию гитар он раз продал, оставил семиструнную, на которой поёт песни Высоцкого, если просит. В ресторанах выступать Анатолий не любит, а на сценах даже районах домов культуры или вот так в парке поёт с удовольствием. Я слышал, что есть миллионный просмотр на видео, те, кто снимали, там полтора миллиона, но я как-то особо на что-то не загонялся. В ютубе и так и без меня хвастит людей. Выступал совместно с этим оркестром «Волга-бэнд». Выступали мы, у меня там было шесть песен запланировано, одну под гитару, остальные под оркестр. Под оркестр, да, тяжеловато играть, потому что, не дай бог, что-нибудь собьёшься, это всё, может не так пойти. Но с первого раза получилось трепетировать, выступить. Завод, где трудился Анатолий, закрыли. Сейчас он разнорабочий, разводит домашнюю птицу и иногда занимается творчеством. Кстати, чаще гитары в руки берёт гармонь. На ней он тоже сам научился играть. И бардовским песням теперь предпочитает романсы.